Сплит пушат линию и дают релокейт. Либо подрывы кентавра, допустим, тоже можно залетать. Вообще, в плане комбинации, вот грим плюс лич, это очень сильно. Два чайника, ух, как же не ломают лица. Да, причем я до этого видел точно такую же комбинацию, только место по Аббал антимаг. Ну, разница просто в том, что антимаг четко может добраться до цели, причем взять это прям с первого уровня, попробовать реализовать. То есть я к тому, что замедления нету. Блин, ну тут сложно сказать, на самом деле. Я немного, по-моему, сам себя запутал. В обеих случаях можно быстро добраться до героя, и как раз сработает NXVL, герой получит дизейбл, и после этого, возможно, шанс на его убийство повысится. Но сейчас нужно понять, что это будут за линии, потому что снизу я пока вижу трех героев. Планируют ли они расходиться, или это будет, правда, ААА, которая будет стоять до Тауа вместе с Фантомкой, те самые Лич Гримстроук. И их цель — это, естественно, выбить из равновесия героя Коптера с Испом, может быть, даже заставить свапнуть линии. Ну, то есть доставить дискомфорт, поменять, возможно, лайны, то есть уже будет понятно, что Team Spirit чувствует себя чуть получше, да, они диктуют свою слои в этой игре, может быть, в этом что-то вот найдется. Вот они уже свапнули чутка. Да, но мне кажется, что Team Spirit могут об этом сразу же догадаться и тоже перестроят линии, чтобы все равно добиться своего результата желаемого. Баунти-руны, видимо, 2 в 2 без сюрпризов. Нет, три руны для Team Spirit, да, неплохой такой довесок, не знаю. Но в целом, единственное, меня радует, что иногда команда там смоук прожимает, ФБ делает, вот сейчас я не так часто это вижу, даже курьеров особо никто не пытается убивать. Но тут связано с тем, что и так, примерно ожидания у команд одинаковые, да, кто кого же на линиях, то есть кто-то где-то не появится, естественно, сразу какие-то намеки на то, что нужно сейвить, там курьера подстопить и прочее. Ну, и может быть, это еще связано с тем, что сейчас... Ну, въезжают, пошло за медло, есть станчик, неплохо зашло, ну, и минус полхп у хата, но при этом ведь есть фласка, так что сейчас будет фловой, но зато уже подразмяли, в целом, как это было дешево, то есть минимальные ресурсы затрачены, хотя вот пивер по хп просел чутка, неприятно. Ну что, получается линия, где свардер не должен фармить, ему должны вполне эффективно мешать, не подпускать, главное, к виспу свардера, герокоптер, если что там, без скрипов, когда будет оставаться свардер, будет с радостью использовать бараш, поэтому будет снимать ему довольно много здоровья. В целом, получается, линия, опять же, успешная для повадки. Что касается мида, это пугно против Хускара. Здесь, как и было сказано ранее, то есть мэджик резиста нет, проблемы особые в том, чтобы на лохп героя добить, с чем обычно приходится локет. Но фб почти подъехала, и попытка номер два, сейчас будет успешная, и есть удар. Это фб для бивера. Довел до конца значатая. Здесь не было, в принципе, разницы, кто-то фраг этот заберет, главное, чтобы цели добиться, чтобы действительно линия была под контролем тем спирита, они этого добились. А нам бы крипса-то вывести, сейчас было-то неплохо. Да. Спасибо. Господин обсервер. Да, причем видим, что пугно пока пытается вот... А там легко, там в целом летят бласты и декрипифай в лицо, когда Брайл ласхит, при том, что Брайл это у нас получается. Канадец, я вот не знаю, где он играет, но явно вот как бы должны быть небольшие у него траблы с пингом, если он не приехал, конечно, на какой-то буткемп. Да, он сейчас ротация с Фантомки, с Гримстроуком, под Инксвелл, с прыжоком, там страйк, с Диспеллигера, Куптера, Палантимусу больно очень, убегает подушку под тизером, и, видимо, не получится сделать здесь фрагу. Там нет хила, если не ошибаюсь, то есть вот у Гирыча там были только танго, а у Виспа что там есть? А, не, нормально, есть Хмикселл. Так что намазал здесь нашего товарища. Белоруса, и сейчас будет фуловый. Да, плюс говорили о том, что по ходу игры с таким обилием маг-урона против Фантомки действительно должен этот вариант работать, то есть нападение с убийствами последующими через рассказ Гирокоптера, если его так можно описать, той же Пугны. То есть, может быть, даже приоритетным артефактом будет выформить БКБ для ПА, но вот вряд ли это будет прямо первым артефактом, да иначе потом ты просто сам себе жизнь усложнишь, не будет возможности дальнейшим образом подфармливать. Ну, то есть, понятно. И я это веду к тому, что, может быть, ждет нас довольно длительный какой-то этап, когда все же, если линии успешно пройдут в начале для ПАВА, Фантомка сместится в лес, будет там свой БФ дофармливать, если уберет подобный путь развития событий. Нужно БФ будет. Да, но я не знаю, то есть, вариант как вариант. Нет, ну, учитывая то, что играют они через Лордара, то есть, по факту, Блин купил там Хускару, Армлету, Алибарду и Фантомочки там БКБ, Дизоли, все, и давить сражаться. Да, согласен. То есть, еще с Кразив Хейсом, с Лордара очень просто должно быть забирать героев через тот же Дизолятор, как ты сказал. Согласен. Плюс еще талант, который дополнительно армоз резает, увеличивает шансы на более шустрое убийство персонажей. Да, выглядит это здорово. Главное, чтобы Свардер Даггер поскорее, наверное, получил. Ну, вот сейчас на топе нападение. Правда, такое минорное, без явных шансов убийства. Нормально рядышком уже. Хотя... Под вышку, поехали до конца за J4. Очень неприятно. И это сейчас будет минус. Почти готов. Хилинг Селф мимо. Ай-яй-яй. Мне кажется, что был лишний какой-то клик совершен, и в итоге герои, вместо того, чтобы пойти в деревьях Невижена, ушел в другую сторону. Я, честно, вот не люблю такой момент. Отчернил. Пошли замедления дальше. Но плотный кентал. Хотя под вышку в целом можно. Там Армен чуть от вышки не умер. Благо лечится. Пошел стан от Катал. Он еще и хил проюзал здесь. Его поджимают дальше. Подмоги нет, ноль помощи. Но, тем не менее, очень жирный кент живет, но умрет ведь. Да, стан хороший был по двум героям. Может быть, даже сам этого кенталу не ожидал. О, снизу агрессия. Пошла здесь по Слардару. Пытается еще и подфармить посмертно, но не пошло. Не хватило урона по крипу. Да, очень похожая ситуация. То есть кенталу был снизу, сделали фраг парню. И вообще падает. Вот же и фоам. Отомстил. Да, много фрагов, причем они как-то так вот в разных участках, когда на карте происходят. G4. Так, Ракейн Руна, что ей может сделать Ромен. Да вряд ли что-то интересное сейчас просто предпринять. Скорее вот попытка забрать ее у Пугны, да, не дать ей возможность ее поднять. Потому что для нее явно плюсы будут. Тем более, что ботл у Пикачу имеется. Но по-прежнему как-то очень осторожно играет Хускар. Побаивается подходить к крипам. Хотя крипстат уже подтянул, но разрыв все же есть. И он в пользу именно Пугны. Ну, Пугна линию пуша, так что Хускар подвышку пытается подфармить. И в целом успешно. Так что чутка он свое набрал. Так, снизу. Не без врыва. Думали залетать через Блинк, но не успели вырваться. Да, на центре правда проблем нету. На месте Пугны можно спокойно дальше себе так вот наседать. Бласты кидать по вышке. Может быть поскорее ее забрать. И дальше уже с... Своей командой иметь возможность топ немного поддавить. Бот в зависимости от того, опять же, где желание, где необходимость в этом имеется. Просто из-за того, что команды ретируются очень часто, у меня нет четкого понятия о том, какая линия для кого важнее. Нижняя, верхняя, они везде. Вот просто заполонили всю карту. Не знаю, я немного с ума схожу. Вот на самом деле Геррокоптеру было бы неплохо как-то подстакать для лесов. О, здесь вылазка пошла. И подвязали шутка Бивера, но убить не смогли. Еще и Фантомом сбил Пикачу. Вообще в плане фарма Геру еще более комфортно фармить именно лес Дайер. Потому что там на плато снизу ты формиешь под шрайном трипл спаун и можешь трипл фармить спокойно в лесу своем. А вот снизу получается там два стака либо около шрайна, либо в лесу два стака. То есть там как-то посложнее будет в подфарме. И вообще как-то Висп Геру чаще я вижу именно за Дайера. Но тут вот зашел за Радиан, посмотрим, как они будут это все дело ускорять в плане подфарма раннего. Хотя пока стака еще никто не делал. Да, меня тоже это немного с одной стороны смущает, а с другой стороны. Там прям в спину пытаются выйти за Джейфо и Пугной. А нет, это даже Безмакая тут. И в рот они вышли. И пошла атака по Пикачу и въезжает. Кускар хороший прыжок. Это минус Пикачу. Это точно Джейфо тоже. Блочат, есть замедление. Но в леса заман силы и выживает. Ну ладно, у Вилверского мидера это приятно. Кажется, времени потратили немало, но по крайней мере это смерть мидер, который топ-1 на карте по Крипстату. Да, но тут проблема в том, что все-таки шестого уровня у Оракова не было. Так бы наверняка пошел ход Фаллспромис и даже какого-либо саппорта после снятия Жука. Шанс был бы, наверное, забрать как минимум на тот свет вместе с собой. Этого не произошло. Так, агрессия. Там еще и Слардар подъехал. Такой тромящий Слардар. На самом деле у Селедки дела не пошли. Потому что 10 на 0 левел порядка четвертого должен сейчас быть. Даже третий левел. У саппорта больше левел сейчас, чем у Хаджеротма. Вот ему надо бы себя на карте найти, а стоять линию против Веспа гируща очень сложно этому герою. О, агрессия сверху. Так, Чеширский кот на месте. Прыжок от Фантомки. Суппорт идет на поддержку. Фантомка монтит в леса. Нужна помощь. И она подъезжает. Главное, что телепорт кастовать или как? Да, ТП пошла. Чеширский кот успел ли? Да, успел. И пошел нас наяривать Пикачу. Да, по дабл-этшу с лайфдрейном. Очень быстрый фраг. Все здорово. Герою в это время с Веспом находят кастаджеротно в лесу, который фармил здесь эншентов и забирает его. Неплохо. А по поводу вот стака и прочего немного расстраивает. Но сейчас крайне редко можно заметить, когда саппорт, наверное, прям так усердно, постоянно уходит. Целесообразно или там целенаправленно делают эти вот стаки. Да и плюс, наверное, уровня после шестого. Это более-менее только актуально. Лигера Коптера будет, когда появится ультимейт. У нас на топе драка. Был сделан фраг на личе, что вот будет сейчас спуганно. Ее наверняка также смогут наказать. И фраг забирает хэстаджерот. До этого, видимо, три удара где-то успел сделать. Еще и башен наградил бедолагу. Хускара ультимейт. Но, видимо, скри в лесу просто так, чтобы хп себе снять немного. А там фармит в лесу четко. Да, нижняя линия свободная. Гиры с виспом могут немного насесть на тавер. Ну и гиры, я так понял, шестой получил. Но вот с виспом пока сомнений на эту тему. Поэтому я просто рассчитываю на поддержку, опять же, стрелокейта. Я вис очень шестой. Да, четвертый уровень. Там инконка сверху есть на ультимейт. Там заметно. Да. Я немного вот не досмотрел. Так, бараш, ракетами. Не, на вышку ломают быстренько. И при этом тут у нас катапульта, два хрипа аренджовых. И нужна какая-то поддержка на подсейф. Там уже была тпшка, получается, от грима. И недалеко он находится лично. Это лишь два суппорта. Хускар вообще ушел леса фармить. Такой еще лесник. Хотя у него по КСу все хорошо. При том, что даже были фраги вот сверху или ассисты. Не помню, за что для него убийство или нет. Но, тем не менее, он свое подзаработал. Так, снизу агрессия. С колдан врывается фантомка. Нужен стан, но там есть стампида. Палантимос улетает. И фантом сработал. Но, тем не менее, хватает кп Палантимосу, чтобы уйти. Минус вышка. Вышка пала, получается, от крипов. Но, тем не менее, это плюс деньги. Без потерь. Да, в любом случае, все игроки команды получат хоть немного золота. Вижн можно отметить. Три варда, вполне агрессивных в исполнении Team Spirit. Что и позволяет им порой видеть пути, проложенные игроками по ваге. Где они вообще оседают. Находятся в лесу. Хастажиротно нашлись. Хороший краш по двоим. И будет сейчас сприн доступен. Готов врываться. Так, будет агрессия. Жаль, что левел мал у Слардара. Не подсветить. Так что там Кент размонтил. В лесах скрылся. Брайл выезжает до конца. Монтит Кентавренко здесь. И там сейчас будет врыв. Прыжок. Есть. У нас удар по Курьеру. Курьер падает. Ну и Кот пока жив. Есть кража. Ой, как же было больно. Боже ты мой. Да, это два фрага. Фантомка до этого у нас где-то вне кадра была убита. Слардар только что забрали. Два фрага. Довольно приятных. Две тысячи золота. Преимущество за повага. Имеется встреча. Пикачу с Сараменом потягивает. Сабрилина помощь. Сегодня Старгейсу идти далеко не дает. Последний бласт под себя. Доблкилл для Пикачу. Но все-таки добивает. О, Хускар. Еще и Руна Регена. Но вот Хускару она, конечно, никак не поможет. И вообще не нужна. Это если бы Пугна. Нетворс Слардара. Это как бы у нас тройка. А он предпоследний с конца. И вот Смерть Фантомки просто борожами ее зафокусили. И убили. Легко было. Для поваги. На самом деле вот повага койфы были 2.25 на повагу. И вот сейчас они ведут уже 3 тысячи золота. Прям очень уверенно начинают. При том, что, ну блин, там Слардару надо как-то задуматься о своем поведении. Ну, две тысячи Нетворса. То есть даже у пятерки команды повага больше. Это как бы не очень хорошо. Да, ему нужно реабилитироваться. Но как сейчас это сделать, немного не ясно. Вот десятая минута может быть книгой ему достанется. Вот, кстати, опять. Странно. Да, коэффициенты. А что, не поменялись они? Очень действительно интересно, что коэффициенты толком не изменились. Может быть, опять же, учитывается ранняя минута. И то, что еще вся игра впереди. И драфт очень с такими опасными у Спирит героями. Ну, да. Минус Армокли. Ты, конечно, Хускар. Хускар на мидгейм, на разгон. Но, тем не менее. Висп с гирой это очень мощно. Да и под Ораклом Хускар это тоже комбинация. То есть такие прям вот хорошие синергии зашли для команды повага. И при этом пробить там под хилом вот еще Виспа. Сверху поддержка от Оракла. И тоже убить сложно. Не знаю даже. Да, я вернусь, правда, к реабилитации Свардера. Я не совсем понимаю, как он сам планирует действовать. Вот была десятая минута. Не знаю, может быть, он книгу купил, чтобы шестой получить. Обычно, конечно, какой-то из саппортов старается это сделать. Я в этот момент пропустил. Не знаю, не зафиксировал. Но вот шестой он уже получил. Окей, ботинок у него есть. Тысяча сто золота. Наверняка он его будет копить. И скопит, естественно, на дайдер. Также в это время Тим Спирит на центре вышку забирает. Ультимейт Хускара на Оракла, который на себя Фейт Эдикт вешает. Правда, получает физурум. Стампит решает потратить Кентавр. У нас перетяжка есть. Висп с Геррокоптером здесь. Ультимейт Гримстроку получают дизаром от Хускара. При этом Гримстрок прямо перед носом делает тэп-аут. Спокойно улетает. Никто здесь, кроме Лича, не был убит. Но все-таки Хускара планирует добить Павагу. И фраг забирает Палантимус. Окей, еще и вышку-то один забрать можно. Просто которая под носом прямо находится Гримстроку. Правда, доступен был Ультим Спирит. Решает его потратить. Немного времени, правда. Но ситуацию не измените. Она уже прошла в негативном ключе для Спиритов. Ну да. Там хороший контур-уэф. То есть и Стампит залетает на подсейв. И Релокейт сверху. Во-во-во. Вот так вот правильно. То есть теперь логично. Куэфы поменялись. Ну, у Паваги в целом мне пик нравится больше. Но висп гиро, блин, это мощно. Да, всегда есть шанс, что даже в очень затяжной игре, если прям дела плохи будут, шанс увидеть рапиру. Может быть, даже не одну. Ну, либо какие-то молнии. То есть вот этот халявный ганим от виспа тоже очень сильно помогает. Потому что в виспа есть талант на опыт, что тоже бустит. Я просто, чтобы ты понимал, про рапиру говорил уже в глубоком лейте. Ну да, ну это знаешь, когда очень редко залетает сейчас. Потому что шанс рапиру отдать очень такой опасный. То есть Фантомка с рапирой, еще есть с каким-то БФом. Это слишком. Ну, такие сценарии бывают. Типа команда подстает на огромное количество золота, потом проводит одну драку, выигрывает. У противника нет бэйбэка, они идут забирать Арашана. И вот он шанс, шанс как раз рапиры выиграть еще одну драку. Лучше две. Ну, лучше две. Лучше тогда сразу, не знаю, четыре. БКБ ботинок оставить или даже виспе это не критично. Не, ну две и еще две на базе оставить. Запасные. Да, ну где не потребуется много. Да, но это неплохо, когда у тебя есть запасная артиллерия какая-то. Ну да, идеально. Так, четыре тысячи золота и по-прежнему графики не слишком шустро, хотя если мы их видели, да, вот растут. Знаешь, вообще в плане Арашана, то есть вот у Спирит очень мощный герой для Арашана. Это у нас минус армор, это у нас Фантомка и, конечно, Хускар, который, ну, в целом как бы в соло убьет Арашана. И надо бы найти какое-то место на какой-то подпуш, сплитпуш, и чтобы в это время там, допустим, Слардар плюс какой-то из коров пошли к Арашану. Но можно поймать какой-то релокейт, правда. Еще и врывот Кентавра с блинком. Да, вот в этом плане очень удобно, потому что здесь пара героев делает ТП там на алтарь на свою вышку сверху, а другие герои просто делают, ну, подход с релокейта. Это гораздо быстрее, чем просто пачку ТП делать в одну точку, которая займет реально много времени. Курьер спалил, ох, подбили, опять, ну, скура. Да, это уже второй курьер минимум, да, в этой игре. Ну, вот что любопытного, так это то, что без пиков Арашана обычно команды, ну, боятся забирать, то есть действительно, когда все игроки на карте живы, как-то вот, наверное, побаиваются, тем более, что ситуация иногда шаткая бывает. Но здесь я не знаю, то есть эти деньги, которые имеют суповаги, они сейчас ничего не решают абсолютно. Вроде как Фантомка фармит, у нее тоже вот один из около таких топовых нетворсов. У Скара ее даже, правда, успела перейдить. При том, что вначале, если помнишь, да, с Крипстатом были некоторые проблемы. Да вот нужно Слардару вернуться. 3600 уже есть, как бы, отставание невеликого, всего 1100 золота, но, тем не менее, вот, нужен блинг. Как только будет блинг, тогда и будут какие-то действия. Вот Спирит, а там уже Саша Яша готова. Так, Кентавр спалил вылазку, есть на него под баф, чтобы не вырывались. Ну и Пэритель за G4, есть Крит, Релаке залетает здесь. Латвис Пайгирыча на месте, но есть краш хороший, есть ультимейт, Грим, Стробка, Лич, где же Чайника? Вот и он пошел. Их там два вылетает. Вот, то, что надо. Так, теряется его керри, игроки по ваге. Так, шанс есть забрать Виспай. И он успевает улететь на ОХП. А смысл, он сейчас вернется обратно, чешский код дает телепорт, но есть Синистр, это минус, уже три героя, ну и Висп скоро вернется. Не-не, Висп сюда с герокоптером прилетел, поэтому он вряд ли вернется. Но, тем не менее, три фрага, а все равно... И Рошан, во-во, нормально. То есть все очень круто для команды, они убили двух хоров, они убили суппорта, и еще и Рошан падает в их копилку. Это в ноль камбэк. Ну, это как бы пик-офф, но это просто слишком круто пик-офф, это провести драк, который ты выигрываешь, и при этом без потерь. Ну, блин, я сразу заподозрил, честно говоря, неладное, когда сюда Висп с герокоптером делали релокейт, и Свардер ждал их. Да, то есть в плане того, что есть релокейт, сверху гримстрок, дает ультимейт, и еще там личный, генечайник, все, и что ты сделаешь с этой комбинацией. А тут вообще, типа, сценарии не очень радужные. Даже если у вас есть визн, будь вы по ваге, у вас есть кентавра, кентавра из дагер, он нападает на Оракул, убивает его, вы решаете подраться где-то в лесу. Пытается пробить, есть прыжок подальше, ушел, нормально. Так вот, при таком сценарии в лесу, то есть Оракул обычно там один из самых бедных героев на карте и может вернуться с бэйбэка, поэтому... Ну, травлит джейфом, он даже не может бить фантома, потому что он на себя повесил фейт-эддикт, врывается Хускар, и еще один фантом, и отдыхай, парень. Да, мне почему-то кажется, что с дальнейшим вот таким вот непродуманным сценарием драк по вагу ничего хорошего не ждет. Действительно, деньги отыграли, аегис получили, забрал его Хускар, как раз тот герой, который, ну, довольно уязвим, скажем так, ну, что бегает постоянно не на фулл-хп, это нужно брать в расчет. То есть, если хотят висп с гирокоптером помогать, а не тратить свое время сейчас на фарм, что более продуктивным для героя еще является, то явно должен быть убит Оракул, или хотя бы где-то вот контроль над Свардером. Меня больше Оракул пугает. Его ульт, два чайника, слишком много урона, слишком много... Я не знаю, то есть, слишком много всего, и приходится по ваге разрываться. Ну, как вот отдать необходимое внимание столь многим героям? И вроде вот много мы говорили о Свардере, потихонечку он уже начинает набирать обороты, подтягивается. Супает хорошее, Рошанчик упал, и деньги подъехали. Там сверху вылазка в смоках, так, неплохо выезжают. Сейчас можно бы тут поймать на хайграунде. Главное, чтобы не успели уйти, и вот они, парни, здорово. Два Фантома, два чайника, и все, отдыхаем. Ормен уничтожил. Ну, блин, это слишком просто в плане комбинации. Ты, если подвязал и личи рядом, то все, два чайника, и у тебя как бы стизер есть, ты не можешь разойтись. Да, с Герокоптером вопросов нет. У него, ну, в планах есть покупка БКБ, да, он эту проблему в скором времени, надеюсь, решит. Но с Виспом чуточку посложнее. Хотя, знаешь, я видел пару матчей, где Виспу удавалось собрать себе Блэкинг Бар. Но эта задача непростая, и вот это явно не одна пока из тех игр. По крайней мере, не выглядит именно так. Кентавру с Даггером, хорошо, ВГ. Блэк Капгам в засаде. Рысь затаилась, ждет. Ну, пока выжидает поддержки от команды. Но, правда, вот Армена-то он там не ожидает увидеть. Можно нападать на Фантомку, но у Фантомки уже есть поддержка, там есть Айегис, и вообще не стоит. Пожалуй, удраться. Я даже не знаю, как удраться. Ну, с Блэкинг Баром, конечно, попытаться можно. Кентавр, мне, не успел. Даже не топнул. И получил под хвост себе заряд. Кинжала. Очень грустно, что фактически одна драка решила, ну, вот так вот в негативном ключе игру для Паваги. То есть потеряли преимущество, отдали Рошана, к сожалению. То есть им нужно первыми нападать. Я очень часто замечаю, что команда с Герой Коптером Веспом сами нападают, выискивают героев. Все работает именно так. Здесь два смолка, причем на своей части карты находят врагов. Ого, Даггон подъехал на пугне. Да, мы сегодня уже видели Даггон с тобой буквально в прошлой карте, где Сейлера просто истреблял неверных. Здесь то же самое может повториться, но не знаю, получится ли у Пикачу. Да, линза тоже есть, Даггон тоже можно использовать. Шанс Гримстроука забрать. То есть я все рассчитываю на то, что вот именно саппорты будут первым делом, наверное, фокуситься. Это было бы здорово. Там он уже Дизоль готов для ПАшки. Отличный выбор. Да, до этого Владимир появился, сейчас он появляется Дизолятор. Вы знаешь, на команду, на поддержку КТАЭД. То есть и будет увеличивать минус армор, и будет повышать дэмэдж Хускару своим Дизолятором. И уже имеется минус блок. А тут как же больно. Ну вот, Фантомочка. Даже без действия Коррозив Хейза взяли. Да, и это был Кентавр. Я бы понял, если бы это был там Висп, Оракл, но это был Кентавр. То есть герой, который у них танчит, который должен хотя бы немного времени дать команде для того, чтобы распределить цели. Это жутко выглядело. Ну и, честно говоря, не знаю, здесь что. Не, ну нужен левел 15 Виспу. И вот Гирич с БКБшкой, хотя бы молниями. Тогда можно драться. Хотя МКВ тоже надо покупать. В связи с тем, что там, скорее всего, будет Алибарда у Хускара. И, кстати, Алибарда у Хускара это будущее, которое, возможно, будет. Это хорошая контра одного Корра, который бьет с руки. О, Брайла успели поймать. Минуса Вегис. Слил ее бездарно. И команда подтягивается. Там, кстати, еще и баунти подбирают. И Брайла бьют слишком. Много есть и Нарфайр. Поджигает Палантимаса. Пошел удар. И вот, наконец-то, подъезжает здесь у нас Хейзжеротом. Есть баш, лицо, чайник. Залитает отлично. И это минус два героя. Но хотелось бы большего хотя бы, потому что врыв поймали здесь еще и у нас товарища Слардара. Кентавр ловит ультимейт. Вис пытается лечить, но не получается. Минус по герокоптуру готов еще. И Чирширский код трипл килл готов для пашки. И пойдет здесь еще и по Ваголол. Да, это минус. Тимвайп от команды Спирит. Да, начиналось все неплохо. Они убили Хускара, выбили Айгис, убили его повторно. Даже смогли где-то в драке подрез до Слардара, но потеряли пятерых. И я больше всего боюсь двадцатого уровня на ПА. Вот этого злосчастного даггера, точнее трех даггеров по целям. Это самое неприятное, что, наверное, может произойти. Где-то будет фокуситься кор-герой, и при этом два героя рядом просто будут рассыпаться. Сами не понимая, как это происходит. Ну, вообще, суппорту тут нужен очень ГОСТ. Как бы набрать этот ГОСТ. Там, Детворс, Оракла, 2400. Ну, конечно, Висп с деньгами, но пока маловато. Во, Талант подъезжает еще на хпшечку. Для Лича чутка уплотнился. Еще сложнее будет его пробить. Да, и уже 4000 ведут Тим Спирит вот так, с переменным успехом. 3-4, не знаю. Пока же на своей части карты, по большому счету, осели и продолжат фармить. Вот Алтарь видел, что Гримстрог и даггер есть, да, чтобы где-то быстрее добираться до цели. Да, это жесткий, серьезно. Там типа линзы и даггер просто через полкарты может свой ульт повесить и, главное, Личу успеть подъехать. Да, я бы с радостью полимонил в хорошем смысле Биверу за то, что он очень грамотно исполняет, причем на огромном количестве персонажей. То есть над Ускарой в исполнении смотреть там Эр Спирита, в данном случае Гримстрог тоже вот. Ну, последняя драка там обошлась даже без какой-то синергии. С Личом сразу там герои подтягивались друг за другом, просто очень много времени Хускар выиграл. Они поймали Кентавра, получается, и Гирыча через ультимейт Гримстрога, и Вис пытался лечить, но не получилось. Слишком было больно. Так, ну и, судя по всему, первая БКБ ультим Спирит появляется на Хускаре. Мека появляется тем временем также у Лича. И БКБ на гирокоптере, вероятно, тоже сейчас поэц, рецепт к нему долетает. Ну вот, жду тогда сражения между командами уже с появившимися артефактами. Посмотреть, насколько сильно чаша весов сместилась в сторону одной из команд. Но, честно, пока мне трудно сделать какой-то вывод однозначный. Мне кажется, что все равно, если Виспа быстро убрать, Оракла также зафокусить, то в дальнейшем Тим Спирит гораздо меньше проблем и забот остается. Далее минус армор, любая цель, фактически. Ну вот Грим хорош, смотри, 6500 по Натворсу. То есть у него больше, чем у Кентавра. Вот Дагон, кажется, это такой тоже арт ненадежный. Он второго левела, но, блин, хотя вот неплохо. Напомнили Брайла, врывается Визгира. И вот опять по двум кидает Бивер Ультимейт. Есть хороший рассказ, но пока демо же не хватает. Бьют Слардара. Так, пошла рекомбечная. Минус 3, но, правда, падает Виз. Неплохо, неплохо. Да, но все равно Виз прожил под фалс-промисом, свою работу проделал. В итоге 3 фрага совершили по вага. И отлично. Главное, как они убили Хускара. Но это ошибка, честно говоря, самого Хускара. Он поставил себе под вышку и полагал, что быстро его забрать не смогут. Но Декрепифай, Дагон, Бласт, Даблетч, вот Хустомб, все это помогло. Пикачи урядышком возле Фантомки, но все же не хватит Дагона. Пока лишь второй Дагон. Тут, понимаешь, особенность в том, что нет рядом таргетов, на которые Фантомка может упрыгнуть и избавиться от погони. У него там шансы. Пытается, конечно, хотя... Ой, как хорошо зашло, да ладно? Да. Слишком просто. То есть на своей части карты Вижена нет, чтобы понадеяться на прыжок, на спаун крипов и прочего. Тиммейты все были, по большей части, в таверны. И вот именно это сыграло не последнюю роль в том, что так просто получилось. Застать врасплох и убить ПА. Ну и помимо этого Т2 можно немного потыкать, может быть даже собрать. Хотя, не знаю, 4 героя уже живы и явно свои владения пытаться будут оборонять. Так просто не будут. Наверное, позволяя здесь шастать, кому попало. Там крипов нет. Там он на речке не... Минус неприятный. Да, зато на топе Т2 уже нету. ДН вышки за шот Грима. Не отдал сопернику одна, лишь внешняя вышка осталась у команды Спирит. Ну и Пикачу себе уже покупает третий догон. Вообще догон хорош здесь, получается, у него, потому что и Хускар вот без резиста, и получается Фантомочка тоже такая не самая толстая. Ну, по моим предположениям, Хускар просто не должен в следующем сражении допустить такой ошибки и подставиться под стан Кентавра. И с тем обилием мага урона ему не дали нажать БКБ. Вот оно есть, но пользы не принесло. Сейчас, может быть, кого-то другого заставить драку начать. И того же Свардра с лагером. Пусть он, раз он пока, ну вот. Ну вот вылазка пошла у нас на контроль баунти руны. Даже скан потратили. В это время в Смоуке Спирит, и они даже Рошана чекнули, но пока никого не нашли. Нижний рун для команды Павага, ну а верхний, соответственно, для команды Спирит. Достаются, и пока вот у нас без файта. Хотя вот в центре уже спалили героя одного. Да, между прочим, это первая сегодня игра, которая, ну вот, пока на равных идет, и есть интрига. Причем команды то одна, то другая выигрывают драку. Вот она как раз, вот эта вот кривая, где одна команда 4000 ведет, другая все это отыгрывают. И не знаю, интрига пока в том, кто заберет следующего Рошана. То есть совсем скоро он появится, и опять же нужен шанс на хорошую драку. Кто вот совершит этих пару пиков, тот, я думаю, возможно, получит. Телепорт ускор атакивания. Ах, если вы видели телепорт, возможно, попытались его наказать. Потому что он дал телепорт один, без вижена, и вот если бы чуть-чуть повернули, был бы фраг. А там Пикачу подставился. Вот его наказали по итогу. Да, но я обратил внимание на карту. Один буквально вард имеется у Паваги. То есть, может быть, я просто невнимательный, и наверняка никто... А нет, вот еще один вижу в Уэллису противника неподалеку. Но в целом такое ощущение, что просто грамотно истребляют им Спирит. И не дают возможности зацепить себя где-то тоже, поймать вот так вот внезапно. Так, Скитер. Виден здесь Кентавром прекрасно, которого урона не везет. А, кстати, стопнул Кентавр Гримстрок. Кто-то о чем-то даже заподозрил, но фраг был сделан очень быстро. И немедленный байбэк. Пуг на все еще в таверне. Да, да, да. Под Рошана, который, кстати, появился. Его решают немедленно забирать Спириты. Там слишком много урона, и нужно что-то предпринимать байбэк. Уже пост прожимать, и все. Рошан для команды Спирит. Сыра Егис? Да, я ко всему прочему релокейт потрачен был. О, да и там они улетели куда-то. А зачем они туда улетели? Хотели поймать... Кого? Что Грима... А, почти убили Грима, кстати. Да, он очень битый остался. И добить не смогли, при том, что умирает Висп. Нет, смотри, Гримстроку убили, но типа он байбэкнулся. Да, он сейчас битый остался. Он обитал где-то около центра. За ним вылетали на релокейте. Не успели убить, и вот Висп вернулся прямиком под вард, и все. Его наказали. Крипов, опять же, не вижу где-то рядом, чтобы совершить налет на Т2. Ну вот по центру придется, наверное, с кем-нибудь дотопать. Хотя пока нет риска, что и кто-то там по пути сможет забрать. Ну вот это шанс эгисом, сыром попробовать подойти немного, вышки внешне размять. Может быть даже забрать Т2 на центре, Т2 на топе. Да. И что у нас здесь? Не коэффициенты, но напоминаем, где это делать выгоднее всего. Киберспортивные ставки, ничего лишнего. ESB.com Да, сколько в описании. А, нет, ES.bet. Я уже немного... Не то, а мимо. Да. Привык к другим шаблонам. Что ж, снежная погодка. Да, у нас тут очень снежно. Такая сова милая. Да, сова милая. Мы уже сегодня ее обсуждали. Так и не пришли к единому выводу, как же ее звать. А их тут много. Там семейство. Вот вторая сова. Ну как-то они не очень живо выглядят. Но они в паузе. А, ну да, точно. Как бы логично. Не, ну мало ли, может это просто украшение какое-то. Муляж. Да, муляж, подделка. Desert Eagle калибра 47. Ну это многие не поймут. Да, прошу простить. О, крыса. Да, кстати, где же эти эксклюзивные крипы из книги? Или это они? Нет, не похожи. Нет, обычные. Где бараки? Да. Ну что, паузу, конечно, я не люблю безумно. Потому что, ну что во время них вот нам рассказывать. Тем более, что мы даже игры толком не видим. Видим только вот такую массивную ракету. Я не знаю, что это. Гирокоптер. Он планирует здесь отстреливать. Смотри, у него один зуб. Да, у него один зуб, но у него есть очень модные усы. У меня таких наверняка никогда не будет. И очень стильные очки. И вообще он здесь то ли пират, то ли, не знаю, кто он, на кого он здесь похож. Ну у него бластеры, кстати, какие-то инопланетные. Да, это немного вот не по ору доты, мне кажется. Не канон. Да, не канон. Так, что у урока есть? Линза хотя бы есть, да, с огромного расстояния. Ну или более-менее такого значимого. Может помогать своей команде. Это здорово. Это здорово, но. У виспа сейчас нет. Четыре игрока по ваге живы. Сосредоточены где-то возле своих. О, нормально. Привет, братан. Как на Маэгис? Да, вот сейчас бы его потерять было бы здорово. Если бы я был болельщиком по ваге. И не очень здорово, если бы я болел за тем спиритом. Но этого не произошло. Только вот как себе это хп восполнить? Где у нас фантомка делась? Кто ей помогает в этом плане? А то она как-то очень... А может быть просто отъелся крипов. Да, да, да. Точно. Владимир, я забыл совсем. Владимир, конечно же. В лицу восстановился. Кстати, талант залетает кентавру на уворот. По итогу решил, что подсейвит это его. Окей, почему бы и нет. Так, J4, ты слишком наглый. Ты далеко пошел. Ты где? Это было больно. Так, ну и опять же пауза. Горит скитер секунду. У нас тут какие-то внутренние проблемы. Или это не проблемы? Бывает иногда такое. То ли дота лагает, то ли какие-то ивенты опять у нас. Доту роняют четко. Да, или тактическая пауза на тему того, а может быть здесь есть кто-то еще. Давайте-ка держать друг от друга дистанции. Кто здесь? Все может быть. Какой здоровый парень. Да, из фильма ужасов кентавр. Мне явно без сета, насколько я понимаю, это сет. Он нравится больше. Вот уже просто теряешься, типа, где герой и где... Вот это, честно говоря, можно его скрипом спутать, вот если бы я не знал. Возможно, он убил сатира и его череп себе на голову заюзал. Возможно. Почему бы и нет? Такой массивный друг. Вообще, в плане артов у него все весьма неплохо. Уже вот есть Кримсон и фармит себе Али Барду. Али Барда хороша здесь будет и против героя команды Spirit. В плане того, чтобы заткнуть Хускар, заткнуть как раз-таки Фантомочку. Очень хорошо. Да, вот вроде бы с артефактами все здорово, но я вспоминаю, как он пять минут назад рассыпался буквально с двух ударов. И все равно мне как-то не по себе было такое. Что я видел также на Гримстролке, это то, что план есть купить у Бивера Хекс. Естественно, под свой тиммейт Хекс это очень замечательная штука. Теперь бы только денег на нее нас собирать. Но если дальше так будет продолжаться, если... То есть будут проявлять инициативу именно парни из Spirit, убивать героев, сносить вышки, и продолжать так же успешно двигаться, то я думаю, это не составит труда для Бивера. Ну что ж, напомним, да, Оракла убили вот до паузы. После этого 40 секунд есть некое окошко у тимспири, чтобы привлезти хотя бы к Т2, снести ее без проблем особых. Ну да, при том, что у них есть и Рейгис, и они даже успели поставить фарт на хайграунд. Так что теперь здесь инфа о центре команды Павага, и даже можно попытаться ворваться. То есть вот уже в позиции Хезеротом он выжидает ошибки от команды Павага. И вот сейчас подставится, пингует уже, готов выехать. И как же было больно Пикачу! Без байбэка минуту не будет Пугны, и сразу же тратится Глиф Павага, и должны парни делать ТП домой. Пошел пинг от Пугны о том, что стоит здесь в арте, именно благодаря, да, ему меня поймали. Ну что ж, это, видимо, какой-то бейсрейс, размен сторонами, но... ТП пошли уже на подсейв, то есть тут точно падает центр, а там максимум, пойдет вышка. Там не сломают ведь бараки. Вышка даже не падает, здесь краш, но мимо Кентавр. Прокричал, пытается уйти, есть полет Фантома, неплохо въезжает Кентавру больно, больно. Тут еще и бедному Веспу, они пытались как-то разделиться, не получилось. И вот еще один Фантом, избивает Веспа, есть врыв, как же было больно, 1096 крита. Вылетает по чеширскому коту, и это минус три героя, и минус центр по факту. Да, больше всего меня радует то, что, типа, Пугна из таверны сидела и смотрела за тем, как вот это все происходило до сих пор. Пацаны, вы что видите, а? Да. Ну что ж, бейсрейса не получилось, но неплохо справились. Ну там нет урона такого. То есть чем? Типа, есть Кентавр и, ну, Весп гира, окей, а урона по вышкам маловато водит. Да, ко всему прочему, этих самых внешних вышек больше нет, поэтому открыта дорога. Как к нижней линии, так и к верхней линии, то есть главное, чтобы желание было. Или скорее просто ресурсы для того, чтобы успешно напасть, сделать пару фрагов. Опять же, вард этот наверняка, да, сняли. Вижу, я с Эндрик уже на хайграунде поставленный по лагой. Больше не будет таких неожиданных убийств, но, может быть, найдут все же путь. Да, он себя уже окупил. Тут, в целом, может сейчас занять лес нижний. О, вот и она. Ну, рановато, как по мне. То есть, на 30-е рапирос, у него что там есть? БКБ, Саша, Яша и рапира, все? Да, БКБ. Да, маловато. Но все равно я рад, что это произошло. Вот тебе и момент, типа, редко обычно такое бывает. Но не в этом случае. Правда, у парней тяжелая ситуация, и Палантимос должен попробовать сейчас ситуацию изменить в лучшую сторону. Может быть, прямо сейчас драка будет. Прыжок просто вслепую полетел, и вот пошли по Брэву. Работать есть. Бокернбар, Палантимос теряет рапируем, может быть, ГГ. Тут сразу, и вот его избивают. Два чайника пошло, минус висп, но и Гирич никого пробить не может. Минус Кентавр, минус был висп уже. Кент Бэйвэк, да, жив Гирокоптер, но тем не менее демжа не хватает. То есть, серьезно, там была рапира, а где урон? Если честно, мне кажется, что Тим Спирит, мне кажется, даже не поняли, что у Гирокоптера была рапира. Может, Гримстрок где-то случайно под Флэк Кенном умер? Да мало урона было, серьезно. То есть, вроде бы, Флэк Кенном фулов разрядил, а где урон? То есть, все-таки, надо бы себе МКБ добрать хотя бы. Там есть и Фантомки. Да, Фантомки 20-й уже должен был появиться талант на Трипл Даггер. Есть, тем более, в кармане Башер. Сейчас кто-то может и Крит, и Баш словить, и просто вот джекпот словить, иными словами. Причем, Абисол Блэйд на подходе. Нечем от этого защищаться, конкретно в случае поражения БКБ. Знаешь, в чем вот сила команды Спири? Потому что у них тупо больше коров. У них три героя без руки, а у вас один. И это как старая, там, добрая мета, еще, не знаю, там, лет шесть назад залетала. Что чем больше коров, тем, как бы, выше шанс на победу. Нет, скорее просто именно речь в том, насколько себя некомфортно порой могут чувствовать коры, которые в лейтгейме вот не слишком хорошо могут о себе заявить или зарекомендовать. Она в случае пугна. Да, это вроде бы замечательный герой. Может быть, даже, там, Айон, диск появится с первого раза как-то вот захода, убивать этого героя не получатся, будет не получаться. Но все равно, то есть ты две кнопки нажал, на этом твоя работа закончилась. Вот БКБ, ну и все, он законтрил здесь Лардарыч и вписал баш по Палантимонсу. Все, крипы зафарлены, конечно, но там въезжает по Пикачу. Было очень больно, но без крита. Так что успели подставить в краш, так, чайник полетел, Хускар двойной, просто врыв в лайфбрик взлетает, а минус рапирос, ну и все, пора. Пора писать заветные буквы, без рапиры вы уже тут ничего не поделаете. Это конечное, ПП, ГГ. Ну что ж, не стало здесь рапира тем самым звеном, которое могло спасти игру. Очень хотелось бы вот увидеть подобный камбэк, что ли, потому что, правда, ситуация уже была, ну, сложнее некуда. Но не в этот раз, возможно, носит...